Нажимаем кнопку и держим. 47 сантиметров, полметра, только одной имеет трубы. Всем привет! Сделали лекала с уменьшенным расходом трубы. По габаритам они как обычные, которые часто пользуются спросом лекала номер 6 и номер 7. По форме они по габаритам такие же, но меньше трубы уходит. Сейчас подробнее все покажу. Ну и все это мы сделаем на станке с ЧПУ. Берем прокатываем трубочки. Накрутим скорости. Шов в бок. Дальше мы включаем концы на трубе. Тут скорость стоит, наверное, уменьшить. ШУСТРО. ШУСТРО. Подгоняем лекала. Ну так, чтобы вставлялась трубочка. Ну вот так. Нажимаем кнопку. Запомнили это положение. Гнем завиток. Сейчас мы всю эту операцию настроим. Потом включим ускоренное все это. Ну, добавим оборотов. Запоминаем второе положение. Здесь у нас будет останавливаться. Все. Дальше мы ничего не перепутаем. Нажимаем педаль. Мы не испортим заготовку. Дальше не движется. Топ в обратную сторону. Жмем. Теперь можно добавить скорость. В конце, когда скорость накручена, в конце станок притормаживает, чтобы не было резкого останова, ударов по шпонке и все такое. Вот здесь мы верхнюю часть догинаем, вручную останавливаем. А в конце уже само все догинается. Вот такой вот завиток получается. Ну и сейчас все остальные трубочки мы догнем. Думать ничего не надо. Наступили на педаль днем. Детали получаются идентичные. Так, далее есть такая функция, как возврат по кратчайшему пути. Нажимаем кнопку и держим. Заморгала первая кнопка. Что это нам дает? Составляем деталь. Крутим. Как обычно. И когда обратно, в обратную сторону, нам не надо делать полностью оборот. Видите, она сама подошла, куда надо. Не надо обратно круг делать. Это вообще очень такая бомбическая штука. Не нужен второй станок, чтобы повысить производительность. Нужно просто станок с ЧПУ взять. Вот она встала. Не надо круг обратно делать. Датчик у нас стоит непосредственно на валу, который держит это лекало. Поэтому никаких погрешностей там 1, 2, 10, 20 градусов нету. Ну, отсюда и результат соответствующий. Как одна. Дальше, чтобы все это сбросить, нажимаем первую кнопку. Все сброшено. Так, ну, дальше у нас все то же самое. Подгоняем лекало, чтобы трубу можно было вставлять. Запоминаем первое положение. Гнем. Отпускаем ниже. Гнем дальше. Ну, и вот тут запоминаем второе положение. В обратную сторону. Вот он делает обратно, ровно столько же, сколько вперед сделал. Если мы сейчас нажмем кнопку, все это гораздо ускорится. Так, вот он сам остановился. Мы берем, держим вторую кнопку, пока не заморгает первая. Все, погнали. Ну, и накручиваем скорость. Тут мы сами тормозим. Отпускаем вниз. И самое главное, чтобы вот он сам остановился в конце. Это же нам самое главное, чтобы завиток одинаковый получился. Такая вот красота. Нажимаем педаль, и она останавливается там, где нам надо, не делая при этом лишних движений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, это у нас лекало 6А, расход на него трубой метр сорок А до этого лекало было номер шесть, метр восемьдесят семь На него расход трубы, вот они завитки, чем отличаются С обратным завитком, ну, расход одинаковый Получается метр восемьдесят семь, а метр сорок Сорок семь сантиметров, полметра Экономии трубы, это вообще Миллиметров на пятнадцать меньше завиток получается Ну, тут уж нормально, в общем Ну, еще я канал, еще один открылся на ютубе Тут мы сбрасываем Там будут всякие видео пояснения Например, как сварить там чашу кустровую Ну, также там будет, как установить, например, ЧПУ На станок, который уже ранее купленный, без ЧПУ Тоже хочу выложить Канал называется Как так Всердоним как-то так В общем, кому интересно, подписывайтесь Ну, тоже был заказ С обычной трубой Делать завитки Но выскакивала Заготовка из лекала Ну, либо ломалась Тоже нашли решение Сделали Заказчику отправили Ну, пока обратного отзыва не было Может быть, в комментариях напишет Отличия в завитках Вот она, лекала номер семь Обычная Здесь 770 миллиметров трубы Вот лекала номер семь Здесь трубы у нас 690 миллиметров Это получается 80 миллиметров Трубы экономятся с каждого завитка Ну, кто их делает десятками тысяч Почует разницу В цене